Сеть многофункциональных центров Ульяновской области насчитывает 28 офисов. Каждый из них не прекращал работу в период введения в регионе ограничительных мер. Кроме этого, с декабря между учреждением и общероссийским народным фронтом действует соглашение, по которому во всех региональных МФЦ работает окно ОНФ. Окна стали федеральным колл-центром. С начала 2020 года жители Ульяновской области получили возможность обратиться в ОНФ, придя в волонтерский офис общественного движения. Область вошла в число нескольких регионов России, где впервые в стране заработали приемные Общероссийского народного фронта. К работе федерального колл-центра специалисты МФЦ подключились в конце марта. Звонки по вопросам оказания помощи пожилым людям, находящимся в самоизоляции, поступают до сих пор. Ребята отвечают на звонки граждан всей страны. Работа очень нужная, считают они. Обращались как пожилые граждане, инвалиды, матери-одиночки, а также те лица, которые недавно вернулись из-за границы и были вынуждены уйти на самоизоляцию. То есть были разные обращения в доставке продуктов, в доставке лекарств. Кто-то просто обращался за психологической, также за юридической помощью обращались, потому что очень много возникало вопросов по поводу трудовых законодательств. Увольнения незаконные были и все прочее. Федеральный штаб ОНФ наградил ребят грамотами за ту важную роль, которую они сыграли в период самоизоляции. Специалисты помогли людям сохранить работу, достаток, а под часы жизнь. За самоотверженный труд губернатор Ульяновской области наградил этих молодых людей благодарственными письмами. Павел Половов, Руслан Баталов. Новости Улправды ТВ. Федеральный штаб ОНФ.ница. Субтитры создавал DimaTorzok